По установленному негласному правилу на заседаниях исполкома не столько докладывают о достижениях, они и так очевидны, а скорее о проблемах, которые требуют решения. Главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Кектенко в своем докладе проинформировал об итогах проверки межведомственной рабочей группы Республиканского медцентра управделами президента, которая выявила определенные недостатки и нарушения в работе пинских медиков. Ряд замечаний по оказанию медицинской помощи населению был устранен в ходе работы комиссии либо в кратчайшие сроки после ее окончания. Часть замечаний, требующих финансовых затрат, касающихся закупки оборудования, находились в стадии выполнения или доработки. В настоящее время из 112 недостатков замечаний устранено 111, не выполнен один, это приобретение линейного ускорителя в онкологический диспансер, проводится процедура закупки в Министерстве здравоохранения. Частично выполнены три недостатка – расширение площадей и ренемасов, закупка оборудования в центральной больнице, капитальный ремонт здания детской больницы с пищеблоком. Реализация потребовала привлечения дополнительных финансовых средств. В Пинске действуют 15 межрайонных специализированных центров. Внедрены новые методики операции, что повлекло закупку необходимых расходников и оборудования. Средства эти были выделены. В качестве примера приведем цифры. В кардиоцентре благодаря круглосуточной работе удалось провести гораздо больше операций, что позволило снизить летальность от острого инфаркта миокарда на 5%, при целевом показателе 7,5%. При этом финансовые затраты на медикаменты кардиологического центра возросли на треть. Настолько же возросли расходы и по мероприятиям в межрайонном неврологическом центре, где были внедрены новые методы диагностики и лечения при инфарктах мозга. И от этого смертность снизилась почти на 13%. В Пинском межрайонном онкологическом центре значительно улучшен ряд показателей. И так по многим направлениям деятельности. Важным аспектом в оказании медицинской помощи и раннем выявлении заболевания является диспансеризация. Организовано 19 кабинетов диспансеризации. На сегодняшний момент проведено антитирование 80,6% подлежащего населения. Завершили диспансеризацию 72,8%. Организовано и знали диспансеризация на СПК. Значительный объем работ был проведен по ремонту и реконструкции сельских ФАПов. Особое внимание уделено укреплению материально-технической базы всех медицинских учреждений нашего региона. Всего на ремонты и оборудование в прошлом году было израсходовано более 39 миллионов рублей. В этом году тоже немало плановых закупок. В основном большое количество нового оборудования будет поставлено в рамках реконструкции горбольницы. Мы за этот и следующий год должны иметь все новейшее оборудование, которое доступно в Республике Беларусь. Главный врач кто? В первую очередь организатор лечебного процесса и строитель содержания зданий учреждений. И все зависит, дорогие, от вас. Чтоб не коснуло, что в городе Пинске чего-то будет не хватать. Пакет заказов необходимого оборудования сформирован и оно будет закупаться по мере финансирования в рамках реализации программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». 6 ноября планируется открытие детской больницы после реконструкции. Продолжаются масштабные работы в городской больнице. Все предпринимаемые меры позволят в значительной мере повысить качество медицинского обслуживания населения.